доброе утро друзья у нас сегодня 24 декабря сегодня осталось неделю до нового года и мы с вами должны разобрать одну тему как бы сказать без ажиотажа но все же поскорее речь пойдет о сливах у меня достаточно хорошая аудитория те кто сливы приобретает но в отличие от абрикосов весь пожалуй больше неудачи мы должны эти неудачи рассмотреть чтобы их было меньше это очень важно итак я выбрал противовес чтобы вы знали что вы купите потому что среди вас будут будет и трое одним подавай готовы саженцы так сергея железу другие подаваемые косточки но им надо чтобы он посадил и все через кредит вот эта вся красота которую сейчас увидите росла сама по себе а третье который готов приводит таких совсем мало на первом этапе 2 3 группа объединяются стремление это самое посадить семена почему урожай 2007-2015 год сейчас объясню начали пойдет 15 брошева я очень 2016 год так и 17 вы с удивлением на моем сайте не увидите фото галереи до пятнадцатого года есть причем это галерея это единственное понятно что которая там несколько сотен фотографии это конечно шок у любого человека вызывает вдруг нету фотографий с 16-18 годов просто железо может у тебя урожая нет марта и сада нет то нет и другие причины другая видели вот 11 или 12 фотографий только одной сливы украдено только одной а всего этих питомников украшу фотографии значит они простые перекупщики вот и больше сотни больше сотни питомник интернет-магазинами питомников это вся страна шанса вам почти не остается на тут я немножко схитрил я долго сейчас администратор моего сайта переделывает не переделать фотография как бы на них образно говоря штаб поставить логотип что это фото железо почему потому что украп столько фотографии украли их несколько десятков в основном абрикосы но там еще и персики а вы еще не искали яблони груши черешни представляете как масштабы вот слив нашли 11 но это только начало поиска вот и получается что пришлось задержать чтобы не воровали фотографии сделаны в 16-17 году и там сейчас увидите сливы но там 16-17 году урожая не хуже а кое-где лучше вот интересно да вот здесь вот в основном линклоды линклоды это как бы у нас с вами учеба это у нас получается крупно плотная круглоголовые вот они круглоголовые сорта а вот именно пятнадцатом году вы сейчас видите пятнадцать год их было большинство а вот венгерки мои любимые меня наполнен украинца ведь это все линклоды это к те которые похожи или на грушу или на яйцо ингерки они мне больше нравятся хотя не с кислинкой как раз в 16-17 году их получили преимущество сюда как это сезонность присутствует пусть таких сумасшедших урожая участок закончен этот показ и мы с вами перейдем к делу я хочу чтобы чтобы вас вот это все было пока идут привитые 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 вот эти привитые сорта не требует какого-то какой-то работы прививать для этого нужно иметь какие-то навыки вот у нас были вебинары у нас есть учебные фильмы с афроном и так мы с вами пока остановились на привитых деревьях дальше не у меня закончится вот как вы можете убедиться сувенир востока действительно я называю королевой сада там девушка там она но вот теперь переходим к подвоем подвойным сортам однажды я живя в норильске я услышал такую фразу что в сибири есть уникальное место в этих сынах ужинская газ растут сливы именно слово прозвучал сливы я не знал что растут абрикосы и прочие радости именно сливы восемьдесятом году переехал восемьдесят пятом весной я был на рынке поселке майна не приехала машина по скупке вот этих самых слив вот таких вот как вы видите на моем фотографии не приехала человек 50 сидела грустных этим большим брод бы сфотографировать тогда это было невозможно для меня большой-большой квадрат сидели люди на всяких ящиках перед ними каждым стоял по несколько видов слив которых они мечтали избавиться от двух-трех видер до десятка это было надо видеть вот это изобилие она получилось так что 30 лет назад она больше чем сейчас откажет такой сливы и росли саженцы у людей корневые отводки и они их выкапывали продавали на рынке рынок быстро быстро заполнился сливами то есть сады заполнен сливами китайскими вот так и не выглядят у меня целая подборка и к сожалению не тот случай когда рассказывать надо про каждый сорт вот видите то чтобы вырастить по двое скромные мелкие морозостойкость за 40 и они как раз служат под вами для тех роскошных сливов вы видели ранее вот он сергей валерьевич будущий академик сейчас техникум закончил вот это подвойная слива и подборки детской десятков но я всего несколько выбрал синие красное красно-синие они являются лучшими подобиями совместимость с культурными великолепно вот он пример вот мой первый опыт видите это мой первый опыт я его просто одна из старых фотографий ставил кстати вот она моя линейка везде делаете линейку на чужих сайтах знаете что это надо было все то бы мне знал бы я тогда некая присутствовала бы причем посередине снимка чтоб не отрезали на всех бы так выбрали фотографии но правда несколько линейки все-таки попала откуда было знать что это их выдает что это ворованные фотографии вот вот результат что получается вот сейчас вот эти старые носил показать фотографии это черносливы это воская красавица кстати опять линейка знаете когда мне этот самый то что мне присал чернышов валерий петрович уже покойный из саратова бывший ученый уникальный человек не внушался дружбе со мной знаете как александр ребрик московский крупный специалист главный редактор журнала вестник садовода написал эти слова про меня когда писал что железо выдающийся это взгляд садовод а ученый на скосчество этого проходимца ну вот видите мы с вами сейчас проходим то что придумал проходимец и воплотил в жизни вот эта память о петровича какая красота вот его черносливы волжская красавица ну а дальше собирал сбору пососинки всего называется стартовая отдельные плоды до 100 грамм венгерка поздняя не укладывается но ничего морозы держит даже в таком виде вот это в старой фотографии это мои первые опыты видите опять линейка ходит загарь тоже украсть успели вот этот сувенир востока одна из первых урожая вот я каждый раз я обязан это сделать я выражаю благодарность тоже уже покойному к сожалению чижику николай ивановича он не вручил этот сорт и сказал занимайся это федер действительно федера вкус какой твердая хрустящая что это сказка если познали к сожалению каждую фотографию комментировать не могу вот видите видите обрезаны ветки вот они частично это для размножения это к сожалению проклятие моё я калечу сад это было естественно обрезана весной на прививку вот тогда я резал прямо весной прямо дерево и плоды укрупняются когда отсутствует ростовые ветки этих нет искалечил дерево вот результат сожалению вынужден калечить шедевры горько об этом говорить но я же проходимец кто мне поможет вот это одна из тех что видели украденных на сайтах украденной фотографии это мое родное ну дальше возможности сливого заключается в следующем вот показал них фотография назвала китайками действительно китайки они действительно все с китая есть там промелькнула к сожалению еще раз говорю невозможно все прокомментировать иначе уйдет не один час а несколько часов и смотреть не сможете с так долго вот там была желтая уссурийская проскользнула это желтая там проскользнули привитая это желтая хапты тоже уссурийская ну как был улучшенный вариант так бывает вот и что отличает все все подвоенные мои слива я использую на подводе только китайки они мельче всех кстати они как они собственные хороши их кушать одно удовольствие вот я когда я венгерки у них есть кислинка но это благородная кислинка которая наполняет полный рост сливнями а допустим я уже к сожалению на данный момент уже покойная тёща она ела китайки и говорила что слаще него это они а вот эти вот китаях да еще раз говорю весь пятер не показал на поверьте мне все цвета радуги желтая красно-желтая красно-синяя это самое оранжевая красная все цвета близко красному в общем это самое потом шли еще полосатая в крапинку и иду цвета вот это все это когда-то мне было 40 деревьев здесь страшно и трагедии в них хватает вот и получилось так что мне осталось сейчас там несколько а потом я с похватился еще раз еще одно поколение потому что даже по пути для вас выращивать и вот я их выращиваю так и выясняется так что тут до меня начало доходить что я же еще общаюсь с определенным кругом людей у них тоже этих китай полно и выясняется что никто ни один никогда китайки не не прививал и вот смотрите то что мои китайки увидели то что видели в других садах 20-30 грамм обычно бывает с горчинкой очень много сладких и что удивительно слащавых сахару столько есть невозможно я знаю несколько случаев когда люди вырубали и говорили их невозможно есть слишком сладкие то есть вы как бы приступили уже такой порог что где-то кто-то еще и о кисах то не мечтает а тут уже сладкие с приторно-сладкие их люди топор из-за того что приторно садки вот такова действительно сырногорска мои заслуги никакой нет собрал коллекцию для того чтобы иметь подвой так и ладно но зато вот это вот подчеркиваю корни собственные съедобные и не то чтобы не портит у меня есть пара деревьев всех настолько мелко посмотрите на свои ногти да вот например на ноготь на большом пальце вот уж совсем мелкий и от все равно сладкие вот такие мне же это саму шарики как бы еще и еще чуть-чуть одичать модель из и чуть-чуть до состоит до размера большого ногтя но урожай дикие ешь как когда вы видели фильмах этих эти урожаи вот я не выдумываю есть невозможно такое количество сколько изгнивает то есть получается что мы наткнулись на целый пласт культуры садоводческой которые для большинства согласитесь для тех миллионов кто безуспешно пытаются нечто вырасти а я вам показал начали видели там колновидные сливы которые природе нет вот я вам показал фотографию это самое слива испанский вот поняли что все это будет мертво а то что вроде бы никому не нужно но после этой фильма может быть что-то все-таки окажется нужно вот еще одна возможность слив этих самых подвойных я называю китайской заключается в том что на них можно привать не только чистая слива на них можно привать абрикосы в более влажных местах срок жизни короче не отнимаю я это проходил мне тоже когда-то не было слива вон они а по двое абрикосов их надо больше вырастить и пусть у меня маньчжурский абрикос на 5-6 год в среднем плодоносе иногда на 4 вот все-таки 4-5-6 лет а слива вон они растет как сорняк корневой отводки привать не хочу я привал на них абрикос вот суть и гибели а я охватывался сюда что мне ничего не погибает но в экспериментах погибали особенно первые годы то к тому же я еще был научен как их убивать а учили меня очень успешно журналы и газеты вот тогда суть и гибели особенно при экспериментах были допустим 10 прививок абрикосов на слива у меня дошли до плодоношения 3 или 4 несколько лет обильно по плодоносили всего 2 конце концов они погибли но все-таки привать меньше на больше больше на меньше это страшно это лучше бы этого не делать естественно что для этого желательно иметь подвое родственное чтобы не было отторжение биологического и роста чтобы соответствовал вот так ко мне попал например черный абрикос увидите черный бархат я забыл вставить фотографии черного принца там еще впечатляюще больше теряют они черность своих черноту это из-за того что по двое влияет на это раз и потом все таки как бы это сказать два родителя когда ясно что черноту давал черные а черным абрикосом давал черные луча черная желтизму давал абрикос ну и получалось так что допустим прививка черного абрикоса на абрикос дает лады чуть цветы сливу темные чуть темнее вот такой разброс но я хочу сказать что по двое все таки годятся и для гибрида вот это я хотел выразить такой мысль но пойдем дальше вот теперь это все таки учебный фильм и все таки однажды к вам попали мои косточки а вот знаете что подвигло на этот фильм позавчера был звонок меня так удивил результат звонит один из моих учеников вот который купил у меня косточки абрикоса и слива кстати в банке в дальнем плане сливы видели что бывает вот когда не удерживается технологии вон они это я для вас фотографии делал так тут товарищ который меня переплюнула ладно еще январь хотя до весны еще боженьки мой февраль-март дочи даты места посадить он меня переплюнул не до обидится метр или этот фильм я не называю фамилии подошли не запомнил я попросил его короткий рассказ вставить мою гостевую книгу об этом о его случае но к сожалению прошла неделя я бы вам прочитал бы это письмо его но его нет а с его слов звучало так выписал у меня сливы вот три дня вы матчевал так разговор то в середине декабря три дня вы матчевал через недели кажется боюсь ошибиться через три недели они практически все зашли причем не сгнили то есть ну а потом сырой песок через неделю они зашли вот это да думаю я не поверил вначале своим ушам декабрь как это почти невозможно не спят мертвым сном это время не тот умудрился на еще при хранении там не было нуля вот они бы долежали боится не достигну хотя бы до февраля-марта нет они взошли в декабре значит все и потеплее было видимо холодильнике или погребе далеко больше чем 0 может 5 может 7 градусов вот 8 вот по результат представляете кажется какая каприза это лишь вдали от более распространенная ошибка заключается в том что возьмем допустим в данном случае неважно и вы видите на переднем платье абрикосе сама то садить вот самое время вот они хоть и выпускают такие за два-три дня не поздно то есть не поздно не не испорчен еще и вот и посадили вы их и поставили горшочки и на подоконнике и потом вся эта красота растет размером там 20-40 сантиметров весной с радостью высаживать и все они погибают вот так у них то могут выжить притяненные не сильно рослые да это шансов мало вот такие дела сейчас переключимся так у меня камера устроена и продолжим так вот каждому из вас я как те кто покупает и так это не секрет у меня есть учебные диски вот там есть диски со словом сертификация есть и каждому конкретно кто уже выписал я высылаю около десятка роликов и там все разжевано там первые два как правильно садить остальное как сертифицировать и все вообще способ быстро там отмокание статификации все 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 вы увидели те кто выписал но тем не менее такие случаи как товарищ который умудрился порастить декабре бывают поэтому небольшой ликбез вот значит я собираюсь надеюсь этот фильм выйдет перед новым годом так в крайнем случае с начале следующего года а сливы и от артифицировать собрался внимание числа 15 20 января так вот насколько я являюсь коллективом человеком убедитесь на этом примере у меня проходил вебинар он был первых числах мая а я был очень затуркан и весь замутан и уже при них при участниках вебинара я достал вот это вот сама из погреба и сказал вот видите чуть-чуть опоздал чуть-чуть вот есть они живутся вот эти вот длинноватыми корешками на но лучше вообще был естественным путем лежит себе на бочку чуть-чуть символически присыпаны песочком и сам пускает корень уже земле будучи уже в земле они погребе вот вот это опоздание начать считаем допустим ну где-то сибири может быть тот раньше не может чем допустим майские праздники да только-только сошла земля распуться многие все не распуться до дачи попасть не мог я допускаю вот тогда получается брали садить 1 мая вернее нет 1 мая праздник 2 похмелиться ну 3 мая ладно отсчитывайте три месяца назад так получается апрель перед апрельем чем март это два пальца дыбу перед мартом у нас все февраль а значит получается вам надо условно говоря 3 февраля начать сертификации в европейской россии чуть ли не на месяц раньше значит что получается вам на покупку семян остаются считанные дни там особенно это касается сливы ну почему человек начал сертифицировать в ноябре тот который попался с этим вот ранним скоростью ну первая ошибка была что вот это замачивание но я почему понял замочил и посадил я это называю экстренным посадкой вы можете получить косточки сухие откуда-то либо от меня вы не получите сухие весной там марте феврале марте-апреле высухие от меня не получите абрикосы и осуществую середине февраля например это надо два месяца так вот от кого-то можете получить тогда до замачивания и высадка вот так как я не предусматривание замачивание чтобы не не спровоцировать раннюю скорость вот перед вами сливы где-то на чек прочитав что надо 6 месяцев 150 дней это сколько месяцев опять будет и 180 даже вот такие цифры можно какие-то другие сливы моих вот просто видите перед лицом и так сливом 3 месяца даем хранением сыром песке вот про это отдельный разговор тот кто выпишет сливы вы все будете знать про статификацию я при этом высылаю вам полный набор своих учебных фильмов кто закажет еще диски это еще лучше будет